Что ж, мой внезапный отдых как-то затянулся, пора возвращаться. И возвращаюсь я с историями из ММО-игр, некоторые из которых сегодня произошли даже вне самих ММО. Не забывайте, что и вы можете присылать свои истории из ММО в группу ВК, а также предлагать темы для видео, которые вас волнуют. Ну а сейчас нужно соблюсти баланс. Не знаете, что такое продуманность геймплея и баланс? Всё это есть в отличной мобильной РПГ АФК-арене, которая покорила уже более 10 миллионов человек. И не только потому, что в игре роскошная графика и приятная стилистика. Вас ждут более 45 уникальных героев, из которых вы можете собрать убер-команду для прохождения кампании и сражений на арене. Или вы можете вступить в гильдию и участвовать в войнах. Комбинирование особенностей ваших героев – ключ к победе. Комбинаций может быть масса. Например, два танка на передовой и лучники с основным уроном, а в партию к ним можно добавить могилы рождённого, высасывающего жизни из врагов. Ну и самое прекрасное – это АФК-награды, позволяющие получать бонусы, даже когда вы не играете. И, конечно, не забывайте о промокоде с плюшками. Вводите его в разделе «Код возмещения в настройках» и постарайтесь не утонуть в потоке наград. Ссылочку на игру найдёте в описании. Вот, а теперь можете доставать арбузы или что в этом сейчас едите. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Отрицательный хиллер. Граль онлайн. Иногда встречаешь такие ММО, которые непонятно как существуют. Ещё более непонятно становится, когда узнаёшь, что в такие ММО вообще-то кто-то играет. А когда в такое ММО происходит ещё и что-то забавное, становится совсем странно. С Граль онлайн всё именно так. ММО с видом сверху, без каких-то сношебательных особенностей, вполне себе живёт и пахнет. И именно там появился самый необычный клирик. Необычность заключалась хотя бы уже в том, что в Граль онлайн не было классов как таковых, только куча оружия и характеристик, из которых ты лепишь условно-предпочтительный класс. Но игрока Мистера Эктами это не устраивало. Он любил играть за хиллеров, а игра была нацелена на бесконечные битвы. Тогда ему пришла идея. Нет, не перейти в другую ММО. Он обратился к модераторам сервера, которые могли поменять характеристики любого персонажа, и попросил их сделать значение его атаки отрицательным, что по идее должно было лечить игроков, если Мистер Эктами будет их бить. После того, как Мистер Эктами объяснил, зачем ему это было нужно, модераторы тотчас выполнили просьбу и сверху еще выдали скипетр. Мистер Эктами нарисовал на своем щите и одежде красный крест на белом фоне и пошел бить кого ни попадя. И да, это сработало. Теперь каждый удар по игрокам не наносил урон, а лечил их, и Мистер Эктами тут же стал местной знаменитостью. Его охотно брали на вылазки и всячески оберегали, а Мистер Эктами раздавал оздоровительные тумаки всем, кто в этом нуждался. Просто работа мечты. Главное, чтобы по монстрам не попадало. Формить, чтобы выжить. Не думаю, что многие из вас на полном серьезе будут зарабатывать себе на жизнь через ММО. Продажи валюты и предметов, конечно, можно поднять несколько тысяч, но затраченное время того не стоит. Однако, есть страны в нашем мире, где ММО не просто развлечение, а источник дохода, позволяющий выжить. В многострадальной Венесуэле давно царствует экономический кризис, и существует инфляция в 130 тысяч процентов. Минимальная заработная плата в стране всего 9,5 долларов, или около 650 рублей в месяц. И понятное дело, что даже на хорошей работе зарабатывают немного. Именно поэтому, банально для того, чтобы выжить и содержать семьи, многие венесуэльцы начали фармить валюту в ММО, таких как Тибия или Ранский. Выбор таких старых, игр обоснован. В Венесуэле один из самых медленных интернетов в мире, а новые компьютеры позволить могут себе далеко не многие. Но даже к этому венесуэльцы привыкли, ведь как бы это ни было удивительно, фарм золота в ММО приносит больше денег, чем официальное трудоустройство. Издание Bloomberg рассказало о нескольких жителях Венесуэлы, которые могут по 11 часов сидеть перед пузатыми мониторами, зарабатывая несколько долларов в день. Что, кстати, мотивировало некоторых бросить основную работу, ведь заработок через ММО был выше. Но и проблем с такой работой многовато. Если ты играешь в клубе и вышел перекуритель в туалет, твое место может занять другой фармер, что нередко выливается в потасовки и драки. И без того медленный интернет может вообще перестать работать, поскольку люди нередко обрезают провода ради меди, а их замена затягивается вплоть до месяца. Многим венесуэльцам приходится играть ночью после работы, когда нагрузка на интернет значительно меньше, но и это уже не помогает, так как с каждым месяцем фармеров становится только больше. Что, в свою очередь, создает новые проблемы. Чем выше количество фармеров, тем меньше цена внутриигрового золота, то есть сами венесуэльцы начинают создавать инфляцию внутри игр, а это не нравится многим игрокам из других стран. Поэтому венесуэльцы часто сталкиваются с негативом в свой адрес. И не стоит забывать, что перепродажа игрового золота незаконна во многих играх и карается разработчиками баном аккаунта, а это настоящая трагедия для венесуэльцев, ведь теряется основной месячный заработок. Но что не сделаешь просто ради того, чтобы выжить. Как сломать целый штат? Kingdoms of Amaloo. Пока в одном месте зарабатывают гроши через ММО, в другом месте могут создавать ММО с бюджетом в 75 миллионов долларов, которое чуть не поломало экономику целого американского штата. Штат называется Rhode Island, где в сложном 2008 году на фоне кризисов и обвалов решили создать фонд для инвестиций, которые в будущем могли бы приносить неплохие прибыли. Идея казалась прекрасной, пока не появился Курт Шиллинг. Являясь звездой бейсбола на пенсии, Курт решил удариться в разработку видеоигр. Но размениваться по мелочам и хватать опыт, видимо, не было времени, поэтому он решил сразу брать быка за рога. Узнав, что в Rhode Island есть фонд инвестиций, он перенес туда свою новоиспеченную 38 Studios, пришел в фонд и попросил целых 75 миллионов кредит для создания новой убийцы World of Warcraft. И что удивительно, ему их дали почти без претензий, видимо, насмотревшись на новости о том, как видеоигры приносят миллиарды своим создателям, у фонда загорелись глаза. И даже то, что 75 миллионов – это как бы многовато, и чтобы их отбить потребуется как минимум несколько лет, никого не смутило. В итоге Курт собрал вокруг себя разработчиков, пригласил самого Тодда Макфарлина, отца спауна, и Роберта Сальваторе, автора «Забытых королевств», и работа началась. Только вот почти сразу пошли странности. Сначала компания отмалчивалась, а потом вдруг оказалось, что ММО пока делать никто не собирается, и в планах у компании одиночная ролевая игра, которая обкатает механики той самой убийцы WoW. Проекту даже нашли издателя, саму Electronic Arts, которой выделили еще несколько миллионов. Так на свет вышла Kingdom Sofamalur, которая, несмотря на экшн-боевку и приятный визуальный стиль, казалась сделанной лишь наполовину. Для первой игры студии, Kingdom Sofamalur продалась достаточно неплохо – в полтора миллиона копий. Но понятное дело, что фонд, выделивший 75 миллионов долларов, был недоволен такими результатами. При этом Курт почти сразу потребовал еще денег и снижение налога для его компании. Но тут как раз в штате сменился губернатор, который строго осудил такие глупые инвестиции, возбудил проверку компании и по долговым обязательствам взял студию в право собственности и закрыл ее навсегда. И вот куда были потрачены деньги – не особенно известно. Ходили слухи и про вилы на островах, и кутежи внутри компании, что даже ФБР взяла это дело под свой личный контроль. Но ясно только одно – Курт не успевал выплатить кредиты, адвокаты потребовали от него 45 миллионов. Но Курт заявил, что сам вложил 50 миллионов в компанию, поэтому выплатит только 2,5 миллиона штрафа, и суд одобрил это решение. Да, я тоже не вижу здесь логики, но в любом случае, очень сложные финансовые махинации в итоге оставили расстроенных всех. Игроков, не получивших хорошую игру, разработчиков, которые не смогли влить деньги куда надо, и целый штат, у которого образовалась внушительная финансовая дыра, которую чем-то срочно нужно было закрывать. И что самое забавное, когда раскупали активы компании 38 Studios, у нее выкупили все, даже провальный Kindle of Amalur, а вот ту самую величайшую ММО никто так и не забрал. Вторжение NPC, EVE Online. Вам может показаться это невероятным, но многие игроки EVE Online жалуются на недостаточное количество событий, происходящих в игре. Да, в игре происходят масштабные сражения, или игроки впутываются в невероятные ситуации, ну, вы сами все знаете. Но все эти события проходят мимо многих пилотов Ева, и им, как и всем остальным, приходится вычитывать информацию, следить за новостями, и включать ролики на Ютубе. И обвинения в сторону разработчиков довольно оправданы, так как ивентов, которые втянули бы в себя большинство пилотов, было преступно мало, а ПВЕ-зоны, доступные уже очень давно, не пользуются популярностью. Они давно получили репутацию лягушатника для новичков. И вот совсем недавно, пользователь реддита Almeca Gold, поведал, что знаком с разработчиками из CCP, от которых узнал, что в Еве готовится вторжение NPC-дрифтеров, которые будут становиться сильнее с каждым днем, и будут уничтожать все на своем пути. В конечном итоге начнется эдакая королевская битва в космосе. Дрифтеры будут уничтожать альянсы, пока не останется один, самый сильный, а другим придется начинать все с нуля. Многие, конечно же, не поверили этим слухам, чтобы разработчики занялись ПВЕ-составляющей, да еще и намеренно уничтожали альянсы, походят на бред сумасшедшего. Но скоро все изменилось. В интернете начали всплывать сообщения об обнаружении нескольких кораблей-дрифтеров в разных системах, а затем, совершенно внезапно, дрифтеры начали атаковать множество альянсов и игроков. Первым на орехи досталось тест-альянс. Он подвергся массированной атаке приблизительно 100 кораблей. Сначала казалось, что ботов натравили другие игроки, чтобы прикрыть свою атаку. И некоторые члены тест-альянса провели целый час, чтобы найти шпиона, которого не существовало. Осада дрифтеров проходила целых 12 часов, и тестерам пришлось не сладкое. Другим альянсам тоже сильно досталось. Китайский альянс Фротернити настолько потрепало дрифтерами, что они чуть не лишились своей цитадели. Альянсу помог лишь период неуязвимости, предусмотренной игрой. Альянсу Империум даже пришлось приостановить войну против Пандемик Фэмили, чтобы защитить свои территории. Ведь дрифтеры нападали с разницей всего в минуту, и не гнушались даже орудиями судного дня, уничтожающие мелкие и средние судна, как мур. Империуму всего за сутки пришлось отразить около 170 нападений. Пандемик Хурт потерял в сражении свои прыжковые врата, а игрок Скоробсан потерял свой сверхтяжелый авианосец стоимостью 16 миллионов исков. Космос охватила паника. Дрифтеры не просто атаковали в лоб, а использовали тактики, посылали разведчиков и для искусственного интеллекта действовали весьма продуктивно. Многим игрокам и даже враждующим альянсам пришлось объединиться, чтобы исследовать поля сражений с дрифтерами и выяснять методы борьбы с ними. Крупицы информации постоянно обновлялись, и вскоре пилоты могли более успешно отражать атаки. Но уверенность победе была только у крупных альянсов. По информации от Pandemic Horde, сдержать наступление удалось только с помощью 150 кораблей. Обладатели Цитадели также могли успешно отражать атаки. Но в целом, от дрифтеров приходилось сильно страдать. Пилоты отнесли к сторожению по-разному. Некоторые сравнивали дрифтеров с некронами из Вархаммера и радовались, что укоренившиеся альянсы могут быть уничтожены, что даст встряску всей Иф Онлайн. Другие, конечно, опасались за свое имущество и судили разработчиков за то, что они такими банальными приемами хотят лишить альянсы статуса. Ну а многим крупным альянсам такое течение событий, естественно, не нравилось. И по их заявлениям, если дрифтеры вновь атакуют, они начнут свою войну. Торговую. Поскольку крупнейшие альянсы вроде Империума и Фротерники доставляют грузы из опасных нольсекторов в безопасные зоны, они вполне могут перевозить грузы в определенные регионы и тем самым сделать торговлю локальной, что уничтожит всю экономику Иф Онлайн. Хотя, возможно, это будет разработчикам только на руку. Ведь кто знает, какой у них там сценарий апокалипсиса. Они не идут на контакты и не объясняют ситуацию, лишь говорят, что вторжения идут по плану. После этого в внутриигровых новостях объявили, что нагрузка на внутреннюю сеть стала настолько колоссальной, что в нольсекторах нагрянет блэкаут. Это означает, что в нольсеках не будет работать локальный чат, а он, в свою очередь, является в игре основным инструментом в разведке. С его помощью можно выяснить, сколько игроков в системе, их предпочитаемые корабли и враждебны ли они. Теперь же узнать о нахождении в системе игрока можно только тогда, когда он сам напишет в чат сообщение. И игроки внезапно поддержали эту особенность. Сайты киллборда, например, временно перестали обновлять статистику. На реддите тоже хотели ввести подобие блэкаута, но из-за особенностей сайта это казалось невозможным. Блэкаут, скорее всего, продлится до конца июля, но уже сейчас из-за него игроки начали чаще сражаться. Ведь теперь ты не знаешь, где и сколько пилотов ты встретишь. Некоторых пацифистов это, кстати, не устроило, и они призывают юномышленников не заходить в игру, пока все не утрясется. Другие недовольны тем, что у альянсов теперь еще больше власти, ведь они летают большими группами и уничтожают все, что видят, и маленьким объединениям приходится мириться с поражениями. Вот так вот в F-Online исчезла зона комфорта буквально для всех. Что будет дальше невероятно интересно, но каких-то новостей по событию не было уже больше недели, но, скорее всего, грядет что-то громкое и разрушительное. Учитывая информацию о том, что дрифтеры становятся сильнее с каждой атакой, можно предположить, что все сектора будут гореть в огне. И возможно то, что разработчики объявили о наборе желающих принять участие в рекордной битве на 10 тысяч человек 18 августа, как-то связано с ивентом. Хотя сами разработчики заявляют, что просто хотят протестить новый движок и облачные технологии, позволяющие организовать самые масштабные битвы без излишних провисаний. В любом случае, буду следить за событиями. И это еще не все истории, о которых я хотел бы вам рассказать. Не забывайте присылать свои истории в группу ВК. А также, конечно, подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик и лайк. И заглядывайте в чат в Дискорде, там вы найдете компаньонов для своих игр. А у меня пока все. Пис вам, люди. Пока.